Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Битва Чемпионов, конечно же, от Марвел. И приступим мы, пожалуй, сегодня с открытия кристаллов, да? Я думаю, что это будет самое то, что нужно для нас сейчас. И заодно посмотрим, что у нас хорошенького может выпасть. Так, у тебя есть неоткрытый кристалл, всего лишь один. Ну, так давайте его откроем, конечно же. Так, ну-ка, что у нас тут? Да! Да! 2400 голды я получил, это все ерунда. Это мелочь какая-то просто-напросто. Давайте смотреть дальше. Да что такое у нас? А, нет, смотрите, здесь 22 кристалла. Давайте-ка мы, наверное, их все и откроем. А, по десяточке можно. Хорошо, приступим. Ну, тут у нас ИЗА-8, продолжаем. Давай еще 10, откроем, посмотрим. Отлично, это все нам пригодится, ребята, для усиления наших героев. Так, и дальше еще 18 кристаллов у нас осталось. Какие, интересно мне знать. 9 штук у меня еще зеленых таких кристаллов. Да давай сразу все. Посмотрим, что нам здесь достанется. Вот, ребята, вот этого мне как раз и не хватало. Хило. Я, кстати, многие сюжетные линии не мог пройти из-за того, что, ребята, слишком сильный враг. Он меня там так накумаривал. Например, я когда хотел пройти линию на муравья. Там последние уровни, ну, просто жесть. Извините меня, если у меня, у зверя 4 миллиона хп, да, то у муравья, это еще не самая последняя была ветка, 8 с половиной. И я там таких люлей получал. И не хватало вот как раз мне и подхила, и, естественно, реза. Ладно, все-таки 7 и 1, это уже плюс. Давайте дальше смотреть. 9 кристаллов у нас еще осталось. Так, вот это надо востребовать. Естественно, мы сейчас с вами посмотрим, что нам из него выпадет. Давай, открывайся уже, елки-палки, не томи. Во, еще один хилик выпал нам. Так, 9 кристаллов еще тут где-то у нас завалялось. Так, ежедневный кристалл. Ну-ка, давай посмотрим. А, 5 штук у меня их, да? Открываем все. И получаем мы с вами... Да, ну хорошо, что вот эта вот штука выпала. Это у нас базовый катализатор первой категории. Он мне пригодится. А тут преобразовать. Ну что мы будем? Давай преобразуем хорошо, потому что у нас все это, ребята, есть. Абсолютно. О, неплохо. И возвращаемся к кристаллам. А что, разве у меня алой ведьмы нету? Однозвездочной. Хорошо, пускай пока лежит. В любой момент мы ее сможем переплавить. Так, что это такое у нас? Что это за кристаллы? А ну-ка, давай-ка посмотрим. Две штучки. Ага. Это, кстати, хорошо. Осколок престижного кристалла героев. Нормуль. Ну что, еще где-то два кристалла у нас здесь завалялось. Смотрите-ка. Один. Вот. Так, что из него может нам достаться? Давайте посмотрим. 3000 голды. Кто бы сомневался? Ё-моё. Хорошо. И вот такой. Кристалл Союза. Давай посмотрим, что из него нам выпадет. Ну-ка. Что там? Да какое предложение? Не нужно мне сейчас. Да закрываем. Оу, ребята, смотрите-ка. Неудержимый колос. Трехзвездочный. Мне достался. Класс мистика. Рейтинг героя какой там? 335. Специальные способности. Не восприимчивость к кровотечению. Броня, ярость. Да что ж так быстро-то? Так, удар с отскока. Неудержимый и не бьющийся. Хорошо. Пригодится. У меня, по-моему, трехзвездочного такого не было. Давайте смотреть дальше. Что у нас тут? Я могу получить престижный кристалл героя. Ну, давайте получим. Посмотрим. Что нам из него соизволит выпасть. Так, хорошо. Это у нас железный человек, да? Повторяющийся чемпион. Преобразовываем его. Вот даже как. Странно, да? Преобразовали. Так, возвращаемся к кристаллам. Тут еще у нас есть. Так, кристалл трехзвездного героя. Давай посмотрим. Уж очень сильно мне хочется. Фортанет или нет нам, а? Давайте посмотрим. Ёлки-палки. Это кто там такой? Дай-ка глянуть. Да я понял, что один раз. Кто это? Стервятник? Чемпион? Категория трехзвездочный. Класс, технология, рейтинг. Да подожди, почему так быстро закрывайся? 380. Снижение энергии, броня, испепеление, специальные приемы. Крылатый удар. Дальше-то что? Реактивное пламя. Гибридная технология пришельцев. Нифига ты, братишка. Ну, такого тоже не было. Я даже не знаю, что он из себя представляет. В любом случае, очень хорошо. Когда появляются новые герои, мы обязательно его посмотрим. Я его немножко прокачаю и посмотрим. Так, вернуться к кристаллам у нас еще с вами есть, да? Мы можем два раза престижный кристалл получить. И, по-моему, все на этом. Давайте так и поступим. Получить кристалл сейчас. Естественно, сейчас. Когда? Потом, что ли? Сразу же. Да подожди ты. Давай сразу два возьмем, да? А, нельзя. Или можно? Получить сейчас. Вот два. Открываем. Смотрим. Да ладно. Ну, почему ты так вот... Несправедливо ко мне игра, а? Это кто у нас? Это у нас Черная Вдова. Ну, две звезды. М-м-м. Две звезды. Как-то не очень круто. И один кристалл у нас, ребята, особый. Малый одиночный кристалл. Мы можем с вами получить. Давай посмотрим, что из него у нас выпадет. Открываем и... Ну, естественно, на опыт 40% кто бы мог сомневаться в этом. Вроде бы как и все. Так, ну что у нас по чемпиону, ребят? Давайте глянем. Я хочу посмотреть вот этого вот стервятника, который у нас только что открылся. Трехзвездочный. Да, но не забываем, что у нас еще помимо этого открылся, да-да, неудержимый колос. Очень хочется посмотреть. Так, ну вот, ребята, Человек-муравей у меня двухзвездочный. Правда, серебряный. Не знаю, хороший он или не хороший. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. И остальные, в принципе, лошпены. Ну, Черный Гром, когда вот я им играл, тоже вот этот вот двухзвездочный. Ну, я вам скажу, что очень хорош. Мне понравился. А Соколиный Глаз почему-то нет. Он слабоват оказался. Даже не знаю, кто у нас лучше. Смотрите, если смотреть по рейтингу, да, Стеревятник будет лучше. Но Человек-муравей двухзвездочный еще круче. Хотя у него всего две звезды. Ну, как вы писали мне, ребята, что у него... Кстати, а что это у Дэдпула здесь стрелочка горит? Я могу его улучшить, что ли? Да, ребята, я могу улучшить его, повысить в ранге. Ну, давай повысим. Ну-ка, повышается, нет? Повышение ранга. Так, ну давай мы в него вольем еще, наверное. Хотя, подожди, зачем мы сейчас будем в него что-то вливать? Не будем мы ничего делать с ним пока. По рангу он все равно почему-то отстает. Всего 271. Но у него две звезды, ребята, это и понятное дело. Так, а мне надо вот Стеревятника. Давайте-ка мы его сейчас улучшим. Так, у него как раз вот это подходящий для него класс, я так понимаю, да, ребята? Так, повышение уровня автоматически сделаем. Круто. Давай еще сделаем. Так, уровень девятый из десяти. Вот здесь мы с вами заберем все, что нам доступно. Отлично. Ну, давай ты возвращайся. И продолжаем дальше улучшать его. Есть. Десять из десяти. Ну, естественно, теперь нужно базовый катализатор. Ах, вот еще что нужно, да? А у меня всего один. Повышение ранга, к сожалению, ребята, не получится. Жаль. Повышение ранга, я так понимаю, это, наверное, получение четвертой звезды. Я могу ошибаться, ребята, так что, если что, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Так, ладно. Вроде бы он у нас по максимуму раскачан, этот Стеревятник. Давайте посмотрим, кто у нас еще тут есть. Мы можем с вами улучшить. Подожди-ка, подожди-ка. А куда у нас делся неудержимый колос? Вот он. Давайте-ка мы его попробуем улучшить. Так, шесть из десяти. Блин, маловато еще пока. Давай заберем отсюда все из-за восемь. Получить. Все забрали, по-моему, да, все. И продолжаем улучшать. Семь из десяти. Отлично. Он такой же, как и колос, просто у него почему-то каска джаггернаута. Не знаю, для чего это сделали так. Ну, раз оно так надо, значит, надо. Теперь давайте посмотрим по статистике. Кто у нас идет? Смотрите, у меня идет Зверь, потом Кейбл, потом Стеревятник, Колос, Мисс Марвел и Гамора. Мне бы, ребята, получить 25 уровень для того, чтобы я мог с собой брать четвертого персонажа и было бы вообще все в шоколаде. Слушайте, а Человек-Муравей стоит вообще того, чтобы его развивать, улучшать? Все-таки у него всего две звездочки. Не знаю. Но он мне понравился, если честно. Хорошенький такой боец. Шустрый. Своеобразный. Что тут у нас? Катализаторы, да? Катализаторы, улучшения. Катализаторы я почему-то не могу забрать. Не знаю, почему. И Дэдпул. Ну, Дэдпула мы, наверное, не сможем с вами улучшить. Хотя есть у него. Смотрите. Шесть из двадцати. А почему из двадцати? Раньше было из десяти, теперь двадцать. Но эти камни, ребята, мы не будем тратить. Они предназначены специально для каждого своего. Там на мистика, там еще что-нибудь. Ладно, пускай будет так все. Ну что, я думаю, что мы с вами сегодня сходим на основную сюжетку. Не будем мы... Так, а что такое Х2? Получить сейчас 500. 500 потрать и получишь катализаторы и технологии. И золото, двадцать одну тысячу. За 500. А у меня всего лишь 25. Ничтожно мало. Хотя, можно было бы подраться, но я думаю, мне нужно допройти все-таки. Сюжеточку. Поэтому давайте поехали, ребята. Это Танос у власти. Называется у нас глава. Подожди, как... А, какое нафиг четверых? Пятерых. На двадцать пятом уровне я смогу пятерых брать. Четверо у меня уже сейчас. И, кстати, я думаю, что стоит нам заменить мисс Марвел. Да? Как вы думаете? Подожди, нам не улучшение нужно. Нам нужно не улучшение, а поменять. Поменять героя. А как же это сделать? Я уже забыл, как так просмотреть. Состав команды. Вот так вот это делается. 533 у Гаморы. 459 это у нас у Марвел. Естественно, я поставлю сюда стервятника, ребята. Так, 526. Гамора будет покруче. Вот так вот это сделаем. Вот теперь у меня оптимальненько все, ребята. Можно, в принципе, продолжать. Ой, подожди, подожди. Ё-моё, принять-то забыл нажать. Так, давай вот так вот проще сделаем. Вот, принять. Все, сохраняем. И начать задание. Смотрите, стервятник у нас с какими-то там пушками в руках. Я с ним, по-моему, дрался. Если не ошибаюсь, это чувак такой с крыльями. Так, ну что, ребята, продолжаем тогда сюжетку нашу. И у нас здесь... Это кто такой? Я уже забыл. Это у нас не солдат ли, случайно? Захватывающие. Битва, чемпионы, а главное приз. Но за этим стоит нечто большее. А что за этим может стоять Танос? А? Скажи-ка мне. Не хочешь говорить, как хочешь. А мы, ребята, будем с вами драться. Так, и против нас... Да, зимний солдат. Я хочу посмотреть... Дайте гляну, в конце концов, я этого стервятника. Так, награды, гарантированные награды. Все понятно. Это хорошо. Ой, подожди, какие? Мне нужно в бой. В бой и только в бой. Попробуем накумарить. Этого звездного солдата. Какой звездный. В общем, вы поняли, ребята. Зимнего, конечно. Ох ты. Фига я такой... Что-то я вроде такой здоровый, но так как-то медленно двигаюсь. Ну, давай. Ну что ты, только так умеешь, что ли? Больше ничего не умеешь путевого делать-то. Ну, давай посмотрим. Здорово. Только ножками и умеет махать. Сейчас он, по-моему, домахается, ребят. Посмотрел, называется. Да, ребята. Жесть какая-то. Стервятник, по-моему, самое наихудшее, что вообще могло с нами произойти. Ладно. Давайте покажем ему, что такое кейбл. Не дай бог он меня разозлит. Сейчас это будет ему звездец просто-напросто. Иди сюда, солдатик. Смотри, какой шустрый я. Как тебе нравится это, сынуля? Так, дайте-ка я не успел отскочить. Блин, да что такое-то? Смотри, а. Хорош бежать уже ко мне. Все, нарвался ты, говнюк, а. Получи дегенерацию. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, хорошо. Получи еще разок. Ну, а теперь будем уже его, наверное, добивать, ребят. Наверное, суперударом, я думаю, да? Опа. Пока, родной. Ну что, зимний солдат повержен. Мы, естественно, с вами двигаемся далее. Кто там у нас будет и что там нас ожидает? Ага, выберите, значит, тропиночку. Ну, давай мы с тобой пойдем, наверное, вот здесь вот, по верхней. Здесь мы сможем пройти? Да, прошли. Заработали сундучок. И здесь у нас Чала. Три звезды серебряные. Ух, будет грандиозная битва. Ну, я буду драться, естественно, ребята, зверем. Потому что три звезды серебряные. Ух, как это плохо. Погнали. Эй! Что ты как-то... Рьяно так начал, братиня? Тебе не кажется это? Да ты успокойся, ты уже. Что за дела-то? Я не понимаю. Все. Давай-ка в блок. Ах ты, гаденыш. Я только хотел, ребят, сделать удар, но он меня опередил. Что ты, ребят, совсем я разучился играть. Что за... Что за нелепость такая? Ладно. Давай по-другому немножко сделаем. Иди сюда, паразит. Пора добивать. Ха, он сам от кровотечения. Сдох. В любом случае, победа за нами. Погнали далее. Пройдем мы сегодня, наверное, эту сюжеточку. Я на это надеюсь. Так, энергии у нас хватает. Еще один сундук заработали. И здесь у нас трехзвездочный обычный носорог. И, естественно... Ой! Ну, ладно. Не успел, ребята. Хотел не зверя взять, а кого-то другого. Но придется его накумарить и так. Погнали. Мы где-то в джунглях. А родина Чалы, естественно, ребята. Эту локацию можно узнать без проблем. Слушай, носорог, отвянь, а, пожалуйста. Похорошего тебя прошу. Отвянь, блин. Ты посмотри, я достал. Ты уже в корень меня вот... Все, получил? Ого, ага. Конечно. Своим супер ударом он решил меня наказать. Кровотечение заработал он. Да, сейчас будет потихоньку, ребята, терять здоровье. Мы его еще разок встретим люлями. Смотри-ка, как он хочет меня садануть своим супер ударом. Но не тут-то было. Ой, пробил все-таки, пробил. Прыжок. Черт подери. Просто мне некуда было отступать. Я бы иначе, ребята, отошел бы. И давай-ка мы сделаем супер удар. У нас накопился он. Я думаю, что его здесь уже ничего не спасет абсолютно. Или выживет все-таки, гаденыш. Нет, не выжил. Ну что же, носорог у нас повержен. Шикарно. Так, ну а мы с вами двигаемся дальше. Так, и у нас здесь гром. Гром. Ага, перед этим еще нам решили сделать засадочку, да? Адаптует тем более две звезды. И я, наверное, возьму... Давайте гаморы. Пускай она немножечко у меня подерется. Блин, ну как же я вот расстроен, что стервятик такой ватный. Во-первых, я когда начал им играть, я сразу почувствовал, что у него как-то немножко заторможены какие-то удары. Может быть, он слабый сам по себе, пока еще не прокачанный. Фиг знает. Но когда я с ним дрался на эпике, ребята, он мне там такого дрозда давал. Ух, можно было только позавидовать. Ладно, сейчас дело не... Разговор не об этом. Сейчас мне нужно... Адаптует. Ага, ты, значит, копия Дэдпула, я так понимаю. Или все-таки Зимнего Солдата. Что-то среднее. По-моему, все-таки Зимнего Солдата. Ладно, в любом случае ему кранты. Мы его победили. Гамора, ты молодец. Но у всех девушек вот такой взгляд свирепый. Меня прям пугает. Знаете, как в этом фильме. Прям как в душу смотрит. Хорошо, мы двигаемся сюда с вами. И у нас... Так, сообщение новое. Почитаем. Коллекционер, мы знаем друг друга много лет. Тебе известно о моих желаниях? На что ты надеешься? Выпускай меня в мир битвы. Коллекционер даже и не ответил ему ничего. Просто его проигнорировал. Грубо говоря. Так, у нас черный гром три звезды. Против него у нас будет драться. Я думаю, что я поставлю... Ау, подожди-ка, Кейбл. У него три ляма жизни. Хм... Дилемма, ребята. Он будет даже... По хп-шкам покруче моего зверя. Ладно, поехали, посмотрим. Я думаю, что он его не завалит. Ребята, у меня нету реза. Если зверя сейчас положить... То я останусь без боевика. Так, поэтому мне нужно постараться его завалить. Я не понял, что ты дергаешься тут, а? Гром! Что за дела такие? Ага, промахнулся, ребята. И это хорошо. Потому что сейчас я наношу ответный удар. Отхожу. Опять нападаю. Опять его бомблю. Опять отступаю. И, как видите, это... Это не срабатывает. Но, в любом случае, я его должен победить. Потом я немножечко подхилюсь. Это, само собой, разумеющееся. И он у меня опять будет идти в бой. О, прожег меня, гаденыш. Ладно, все. Хорош с ним тютюкаться. Так, давайте ко мне суперудар сделать ему. Все. Лежит, пускай отдыхает. Мечтает о звездном составе. Так, мы получили с вами дешманский кристалл. Он мне не пригодится. Ну, ладно, пускай будет. Так, и я хочу, естественно, ребята, его подхилить. Обязательно. Нужно его лечить. Чтобы он не отдуплился. Так, сколько у нас вот эти вот кристаллы? Ой, как мало вы подхиливаете? Используем. Семь штук. Да. Ну, а чего вы хотите, ребят? Большие герои требуют большого лечения. И опять засада, опять адаптой. Да вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Неужели такая тернистая у нас дорожка будет? Хорошо, я против тебя вставляю Гамору. Я думаю, что она с тобой справится. И должна, в принципе, без проблем. У нее даже преимущество есть перед этим адаптоидом. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Понеслась. Так, 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 так. Отступаем. Че стоит? Че стоит тупит? Ай, ушел, гаденыш. Смотри, подловил меня все-таки. А, хламоничь-то ушастая. На, получи. Ё-моё, не дал мне, ребят, прописать суперудар. Да что такое? Я все время отхожу в надежде на то, чтобы сделать суперудар. Блин, даже сейчас он меня сбил. Слушай, ты достал уже, на самом деле, адаптует. Все, ты промазал, теперь моя очередь. Пора собой тут завязывать нафиг. Все, даже пикнуть не успел, блин. Как я его на дорожку нахлобучил. Так, двигаемся с вами далее. Тут, по-моему, уже совсем немножко осталось, да? Халк, сейчас я гляну, и в конце у нас будет карать или ждать. Так что, раз, два, три. Три персонажа осталось всего лишь. Но перед этим нам нужно победить Халка. Так, у него здоровье 3 миллиона 700. Блин, жесткий чувак. Ладно, давайте не будем с вами драться за счет компьютера. Будем в рукопашку сами справляться. Можно, конечно, поставить на автобот. Но я, ребята, знаю, что такое автобот. И к чему он приводит. Он дерется, как лошпен. Вот, поверьте мне. Проверено уже. Я столько слил и подхилов, и резов на то, чтобы этот автобой тут дрался. Поэтому ничего нету лучше. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки он меня достал. Нет ничего лучше играть ручками. Ну, естественно... Так, хоро... Да что такое, да, блин? Ты достал уже, а? Упырь! Не, в натуре достал. Получи, гаденыш. Нет, он еще живет. Он еще живет. Но это пока он живет, ребят. Да чтоб тебя поймал меня все-таки. Так, кровотечения пока нету. Опять сейчас будет, да? Ай-яй-яй. Все время меня встанет. Даже не успеваю, ребята, среагировать на блок. В любом случае, он лежит и отдыхает. Халк побержен. Но это был только лишь один из трех воинов. Еще у нас сейчас будет, по-моему, звездный лор, да? Если не ошибаюсь. То есть, именно он. Надеюсь, без ловушек всяких здесь. Так, нет ловушки. Поступает сообщение. Ну а ты, призыватель, какую роль играешь ты? Только тебя я не могу разгадать. Ты меня и не разгадаешь, сынуля. Уж поверь мне, Танос, я буду покруче, чем ты. В любом случае. Так, ну что, наверное, будем выпускать на поле Гамору. Да. Против лорда лучше Гамора. Потому что зверь у нас там почему-то тихонько будет получать люлей. А мне это не нужно. Вот Гамора. Даже если она проиграет, мы с вами возьмем другого игрока и переиграем. В любом случае, мы его завалим. Ох, как хорошо прописали. Так, давай, подходи под удар. Ай, выжидает, выжидает, ребята. Смотрите. Вот они всегда так. Они так хитро делают. Ну ладно, хорошо. Так, отступаем, отступаем. Нападаем. Отступаем. Ага, ага. Вот о чем я вам говорил. Сейчас будет... Черт, поймал все-таки. Как вот он умудряется, гаденыш, меня выловить, а? Тихо, тихо. Не надо тут суперударами своими... Ах ты, все-таки выловил. Ну ладно, зря, зря, конечно. Ты потратил свой суперудар. Это, как говорится, твое право было. Да епрстэ, я только хотел вам прописать щей, но не вышло. Ага. Ха-ха-ха. Промашечку дал, братюня. Так, отходим. Все, да епрстэ. Я должен победить его в любом случае, ребята. Все, ножом. Хоу. Раскромсали его мечом, ножом. Не важно. Главное, получил он свое. Так, и у нас остается последний, последний противник. Это у нас каратель. Против карателя у нас кто будет силен? Сейчас посмотрим. Сообщение вначале почитаем. Нужно быть сильным, нужно быть умным. А ты трясешься от страха. И я не боюсь такого подлеца, как ты. Это он меня, что ли, назвал подлецом, а? Это вот этот лошпен. Подожди, я же... А, вот. Так, у него три звезды. Смотрите-ка, у меня у зверя преимущество. Поэтому, ребята, за подлеца, я думаю, что он сейчас ответит. Нет, надо было, конечно, подхилиться маленько. Ну, ладно. Думаю, что и так у нас все это прокатит дело. Давайте-ка его по-быренькому. Как говорится, накумарим. Ой, ой, ой. Началось-то как все. Как весело-то началось все. Ха, кровотечение висит. Ты, слушай, ты не припухли тут, а? В самом деле-то уже. Давай-давай, иди сюда. Оп-оп. Ага, уворачиваться. Нет, нет. Черт подери. Слушай, вот это, конечно, хорошо, когда у чуваков есть оружие дальнего боя. И у меня такого нет, ребят. Мне приходится постоянно подходить вплотную и атаковать. Но зато у меня суперудар есть. Давай попробуем прописать. Нет, ребята, он простоял в блоке. Хитрожопый этот, а? О, смотри, он, сынок. Стоит в блоке. Только это он умеет. Но у него есть суперудар, ребята. Две, две полоски. Если он мне пропишет, я боюсь, что это будет хана. Ну-ка. Нет, не успел он. И победа, конечно же, за нами. Отлично. Я боялся сейчас как сделать суперудар. И упал бы мой зверь, там, бездыханное тело валялось бы. А он бы на него смотрел и плевал бы. Ну что, завершено Таносу власти. Это шестое у нас. Так, что тут? 15 карточек получаем. Сундуки. Что у нас там в сундуках? И за 8, понятно. Вернуться к заданиям. Исследовано на 45%. Естественно, мы, наверное, с вами открываем новую главу, да? Или нет? Так, погоди-ка, погоди-ка. Я не понял. Так. Ага. Это мы прошли только первую главу. Теперь у нас вот эта вот глава начинается. Разве я ее не проходил? Что-то мне вот это вот напоминает до боли знакомое. Но тут все закрыто. Причем под замками. Раньше это было открыто. А ну-ка дай-ка я немножко сюда. Конец игры. Потом восстание. Эскалация, да? У нас сейчас идет. Эскалация. Конец игры. Я не могу. Ну что же. Ладно. Да. Вот это. Мы только первую главу с вами прошли. Ух, жесть. Теперь Таносу власти. Сопротивление. Ну, давайте посмотрим. Так, мы с вами по силе. Так, рекомендуется 2 600. Ну, у нас хватает. Так что. Блин, не буду. Я уберу, ребята, стеревятника. Вы уж извините. Он здесь как-то, блин, не уместен. И возьму я, наверное, я... Колоса возьму я вместо стеревятника, да? Давайте вот так вот сделаем. Принять. Отлично. Так, начинаем с вами задание. Опять история. Опять сейчас будут разглагольствовать. Так, сообщение поступает у нас новое. Нужно немедленно убить призывателя Танос. Уничтожь призывателя. Я тебе повелеваю. Это что за хмырь-то? Кто такой, что он повелевает Таносом? Я никому не подчиняюсь. Вот это правильно, Танос. Подчинись битве. Я отказываюсь от твоей власти, Канг. Так, а, это Канг у нас. Канг. Неужели он такой там супер-пупер мощный? Надо как-то глянуть на него. Кто это вообще, что за Канг? Что он себе представляет? Так. О-о-о-о-о. По какой нам дорожке-то рвануть? Тут дорожка длинная, тернистая, заковыристая. Пойдем, наверное, где Халк. Так. Тут, правда, сундук с одной звездой. Блин, фигово. Ладно. Итак, у нас Халк. У него три звезды. И я думаю... Блин, смотри-ка, нет никого, кто бы мог с ним совладеть. Попробуем, ребята, взять Колоса и подраться им. Ну, мы прекрасно знаем, что у Колоса нет таких вот в данный момент суперударов. У меня он обычный какой-то борец. Занглиф чем-то мне напоминает, как я уже как-то говорил в прошлых сериях. Ой. А что же мы так слабенько-то бьем-то? Эй. Ну-ка. Да, слабоват, конечно. Против Халка это не катит как-то. Ну, хорош укрываться-то, Халк. Иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Оп-оп. Хрен тебе. Не получилось, да, Абина? Ха-ха-ха. Я верю. Ну, что ты все время... Не-не-не-не-не. Даже не думай. Даже не думай. Моя очередь. Вот так вот и будем... Блин. Все-таки он пробил меня. Оу. Оглушение. Жесть. И началось, да? Слушайте, ребята. Он буквально с двух ударов... Сравнял свое здоровье с моим. Ладно, я потерплю. Я потерплю, ребята. Мне должен скоро накопиться суперудар. Вот он, самый мощный. И вот теперь я уже буду его применять. Вот так. Ну, давай-давай-давай. Бум. Что? Обломался. Ух. Хорошо-то как получилось. Продолжаем бомбить. Так. У меня укрепление брони стоит. И это для нас очень хорошо, ребят. То есть урон мы получаем с вами меньше. Так. Ну. Так. У него, ребята, суперудар. Ладошки он там хотел. Не получилось, да? В ладошки-то похлопал. Хорош на этом. Черт бы его побрал. Нет. Ну, не должен я проиграть. Ни в коем случае, ребят. Так. Попробуем прописать. Добили. Великолепно. Найсово получилось. Халк у нас отдыхает. Ну, и Колос, как всегда, на высоте. Ну, пускай, конечно, подбитый, хромает, перебинтованный там весь в фингалах. Но живой. И у нас новое сообщение. Звездный лорд. Ну. Подчиняйся мне, Танос. Сражайся за Канга. Что такое? Не хватает силенок меня заставить? Видимо, не хватает. Так что давай, Танос, сопротивляйся этому вонючему Кангу. А у нас с вами Звездный лорд. Три звезды. И против него выступает, естественно, ребята, Гамора. Гамора. Почему-то у них какая-то там вражда. Я не знаю из-за чего. Но Звездный лорд и Гамора что-то недолюбливают. У них как бы есть некий дисбаланс. Гамора почему-то его сильнее. Да ты хорош, ты достал уже. Вот, смотрите, как она его хорошо так пробивает. Отходим подальше. Так, наступаем. Нет, надо отходить. Ты смотри, пробил все-таки, а, гаденыш. Ну и все. Нет, не все, ребята. Ах! Почему-то мой удар не сработал. А он меня перебил своим вшивеньким никчемным ударом. Иди сюда. Я готов. Я жду. Блин. Поздно. Так, надо. Ну. Моя очередь. Так, отлично, отлично, отлично. Хорошо. Стоим, стоим, ждем. Что он там? Что он там хотел сделать этим? Я не пойму. Надо его рубить, ребята. У меня как раз суперудар накопился. Йок, холымэно. Ха-ха-ха. Пум. Нормуль. Вот такого удара, кстати, я еще и не видел ни разу. Но мне понравился. Нахлобучили вначале его мечом. А потом еще и застрелили на дорожку. В общем, хорошо получилось. Так, мы с вами двигаемся дальше. Берем. Как нам пойти-то лучше? Странно. Кто у нас вообще будет в конце? Ага. Болотная тварь, что ли, я так понимаю. Или как там его звать? Грязюка. Так, какого ранга, я не знаю. Мы получили с вами хилочку. Так, ну, ага. Засада. Очередной адаптоид у нас тут на дороге. И да, ну, двух звезд. Ладно, Кейбл. Будь добр. Покажи ему, где раки зимуют. И пускай он отправляется прочь отсюда. Даже тютюкаться с ним не будем. Сейчас все это очень быстро у нас завершится, я надеюсь. Блин, промазали. Вот так вот. Дегенерацию для начала, ребята. Ну и уже, как говорится. Да отвянь ты уже, а, достал на самом деле-то. Мало, что ли, тебе было? Так, что... Что-то знакомый. Знакомый какой-то адаптоид. Супер удар у него до боли знакомый. Но это не важно. Все равно, кстати, он маленько меня покромсал. Совсем-совсем чуть-чуть. Но, тем не менее. Причем, я перки изучал, ребята, на защиту и на атаку. Но что-то как-то я не замечаю. Никакой разницы. Так, ну. Что такое? Что зависло? Давай, двигайся дальше. У нас тут капитан Америки. Который тоже уже жаждет получить. Так, кто у нас? Гамора победит. Нет. Как-то не катит. Кейбл-то как у нас? Почти на равных. Давай попробуем кейблом сыграть. Я думаю, что должно у него очень хорошо это пройти дело. Ну, давай-давай, не томи. Бежит, бежит он со своим щитом. Опа, ага. Как? Не получилось? Ты, наверное, расстроенный, да? Капитан Америки. Ну, давай. Опс. Получил от меня дегенерацию. Блин. Так, давай. Ах ты! Ах ты все-таки поймал меня. Слушай, вам не кажется, что... Да хорош ты уже! Что-то чересчур много у него, ребята, оглушений было. Вам не показалось так? Мне вот показалось. Не то, что показалось. Я даже этого очи увидел. На! Получил свой говнюк. Пора тебе сдохнуть, мразь. Так, 7%, да? Кровотечение есть? Сейчас, смотрите, отдуплится. Хе-хе-хе. Я даже не трогал его. Ну, что же. Кэбл все-таки молодец. Но Капитан Америки, я заметил, в оглушении меня все время вводил. Что у него там за такой суперудар, против которого нельзя было противиться. Так, я у нас, смотрю, Вижн, да, тут? Трехзвездочный. Поступает сообщение очередное. Давай посмотрим. Танос, приказываю на колени. Кланяйся Кангу. Ничего себе. Ты что, еще не понял? У тебя нет надо мной власти? Этот Канг, я смотрю, что-то совсем припух. Действительно. Так, ну что, я даже не знаю. Вижн, Вижн. У него, кстати, против Гамора. Давайте мы Гамору с вами попробуем подлечить. Раз, два. Давай, два. Вот так вот используем. Да, хилки тут, конечно, улетают со скоростью, ребята, света. И я попробую, ребятушки, именно Гаморой заколбасить Вижна. Я надеюсь, что у нас это получится и довольно хорошо. Поехали. Давай. Так, Вижн. Оп, оп. Я отойду от тебя подальше. Поехали. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо начали. Поехали далее. Нет, 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 нет. Черт подери, вот как раскроешься, начинаешь сразу отгребать люлей. Как стоишь в блоке, никому ничего не надо. Так, ну давай. Ой. Зачем я раскрылся? Я же прекрасно видел, что он делает там супердат. Да что такое? Что за бред? Я не могу его одолеть, ребят. Получи, гаденыш, свое, а. Ой, у него три звезды. Ой, три звезды. Три палочки на суперудар, ребята. Если мы сейчас с вами промахнемся или еще что-нибудь в этом роде. Я боюсь, отгребем по полной программе. И он сможет победить нас. Да, вот он. Он потратил? У-у-у. Тогда пардон, черодной. Впустую так нелепо потратить свой суперудар. Единственное, захудавый. Да, у нас так будто лучше. Ну, что ты стоишь там? Давай накумаривать его. У него 10% хп, ребят, осталось всего лишь-то. Это не так уж и много. Ну, готов. Да, Гамора не подвела. Ну, это благодаря тому, что, ребята, мы простояли в блоке его на суперудар. Отлично получилось. Иначе мы, наверное, уже валялись бы быстрее, чем он. Так, а мы двигаемся дальше. И у нас тут трехзвездочный носорог. Поступает сообщение опять. Так, коллекционер, Танос отказывается мне служить. Отказывается подчиниться битве. Я заметил завоеватель. Поразительно, не так ли? Я не хочу поражаться. Я хочу победить. Сделай что-нибудь, коллекционер. А что он сделает, а? Что, Танос, по-твоему, бездушная игрушка? У него есть свое желание, у него есть свои мечты. Поэтому не надо, как говорится, свои эти амбиции переносить там на кого-то. Не можешь справиться? Иди отдыхай. А у меня бой с носорогом, ребята. Так, носорог. Воу-воу. Тихо, не буянь. Почему-то я не могу повесить, ребята, кровотечение. Давно, причем, не вешается на них. Может быть, у него иммунитет? А почему бы нет? Вполне. Он же все-таки носорог. У него толстая броня. Он сам по себе броневик такой ходячий. Да успокойся ты. А, нет, все-таки повесил, ребята. Повесил я на него. Так, ладно, что-то я отвлекся. Он тут начинает немножко буянить. Поехали. Опа, 13% остался. Он еще тем более оглушен. Оу. Вообще шикандос. И добили, ребята. Слушайте, носорог оказался ватным. Нормулька. И у нас последний с вами тут герой. Это кто? Кто там у нас? Болотная тварь, по-моему, да? Грязюка, болотная тварь. По-всякому. Так, сообщение читаем. Я больше, чем Халк. А ты на вид не больше, чем Халк. А я вижу, у тебя просто ума офигеть сколько. Готовься к своим похоронам. Да, вот это да. Вот это ты омочканул, браток. О, у него три звезды. А, мерзость это. Ладно, ребята, давайте мы проучим мерзость, как надо себя вести в нормальном обществе. Хоть я и сам зверюга, но, извините меня, есть какая-то культура все-таки. Должна быть. К похоронам там готовься. Нифига ты, сыч, охренел вообще просто-напросто. Угрожает еще, блин. Ну, бьет он, конечно, не слабо. Тут ничего не могу сказать, ребята. Отходим, отходим, отходим. Блок. Что ты там делаешь? Оу. А как он, интересно, мог пробить мне блок? Вот что меня интересует, а? Ты, гнида зеленая. Давай, кровотечение висит, висит. Все, я его тут, ребята, самого сейчас на похорон отправлю. Так, отходим. И я сейчас сделаю суперудар. Все, адьюс, пока, мерзость. Мерзопакостная ты тварена. Ух, зверь, молодец. Читай книги, Эйнштейн ты наш. Ну что, ребята, я прошел, по ходу дела, да, вот эту вот главушку. Угу. Первое сопротивление. Так, за прохождение получаем вот эти карточки, сундучки. Ну, это все детский лепет. Так, и тут еще, ё-моё, еще очень и очень много проходить. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы на этой ноте с вами завершим этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что, всем пока, всем удачи и до скорых видосиков, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok